Привет, друзья! В предыдущей серии я делал электрический стартер для того, чтобы можно было автономно запускать этот реактивный двигатель. И сегодня пришло время делать форсажную камеру с тем самым реактивным соплом. Давайте приступим! Для начала давайте разберемся, зачем она нужна и как вообще работает. В первой серии проекта я объяснял, как устроен и работает турбореактивный двигатель. Турбокомпрессор накачивает и подает воздух в камеру сгорания, туда же подается и топливо, и в процессе горения происходит многократное увеличение объемов газа. Получившиеся в результате этого горячие газы приводят движение колесо турбины, а оно в свою очередь вращает турбокомпрессор, так как располагается с ним на одном валу. Так вот, когда двигатель выходит на большие обороты, его эффективность сильно возрастает и в какой-то момент турбокомпрессор начинает накачивать даже больше воздуха, чем требуется для сжигания подаваемого топлива. Это означает, что на выходе из двигателя оказывается большое количество неиспользованного кислорода. Чтобы его использовать и придумали эту самую форсажную камеру. По большому счету это всего лишь навсего труба, в начале которой располагают дополнительные жирные форсунки. Чтобы реализовать весь оставшийся кислород, в форсажную камеру подается огромное количество топлива. Сгорая, оно приводит к дополнительному расширению, создавая максимально возможную тягу двигателя. Но, разумеется, не все так просто. Зачастую форсажная камера имеет весьма сложное устройство. Вся проблема в газодинамике. Если вы будете распылять топливо на сильном ветру, пламя, скорее всего, просто сдует. Для правильного горения, по законам газодинамики, топливо подается в зону наименьшего давления. Для обеспечения правильного горения в форсажной камере используются диффузоры и так называемые стабилизаторы горения. Это своего рода препятствие для стормаживания скоростного потока газов. За стабилизатором образуется так называемая зона низкого давления, где и следует распылять топливо. А срыв потока скромок стабилизатора обеспечивает правильное и качественное перемешивание газа с топливом. У взросленьких двигателей эти стабилизаторы пламени порой имеют какой-то демонически сложный вид. Еще в форсажных системах используются диффузоры. Это увеличение проходного сечения. Но цель та же – замедление потоков газа. Вообще у больших двигателей много разных примочек. Бывают дежурное пламя, регулируемые сверхзвуковые сопла, перфорированные теплоэкраны и даже различного типа виброгасители. Но, думаю, для моего случая все это можно упустить. Я съездил в Ульянскую область, чтобы залезть в двигатель самолета Ту-144. Это сверхзвуковой самолет с форсажной камерой. Сняв все интересующие меня размеры, я вывел некую формулу. Так вот, оказалось, что в чистом виде отдельный диффузор и отдельный стабилизатор в моем случае делать не обязательно. Как и любят делать большинство инженеров, я решил проэкспериментировать и залепить свое собственное компромиссное техническое решение. Ну да ладно, не буду заставлять вас полчаса смотреть на сварку. Лучше сразу покажу, что в итоге получилось. И вот, форсажная камера готова. Так что же за компромиссное решение здесь реализовано? Дело в том, что в корпусе моей турбины уже имеется диффузор, так сказать, с завода. Это хорошо видно на кадрах испытаний. После крыльчатки корпус турбины имеет форму воронки, то есть его сечение плавно расширяется. Это, собственно, и есть диффузор, но проблема в том, что этого расширения здесь недостаточно. Поэтому на форсажной камере я сделал вот это дополнительное расширение. Но сделано оно под недопустимым для диффузора углом. То есть здесь будут происходить завихрения. А это, как вы знаете, уже будет являться стабилизатором горения. Иными словами, это расширение совместит функции. То есть будет являться неким гибридом. Наполовину стабилизатором горения наполовину диффузором. Может, конечно, я и ошибаюсь. Если кто-то хорошо разбирается в тонкостях газодинамики, напишите в комментарии и поправьте меня. Но, на мой взгляд, это сработать должно. Раз с этим разобрались, дальше. Поскольку моя форсажная камера не имеет совершенно никаких систем охлаждения, скорее всего она будет очень сильно разогреваться. Да что там разогреваться, вероятнее всего она будет светиться, как лампочка. И чтобы она не расплавилась, я ее выполнил из двухмиллиметровой нержавеющей стали. Теперь немного про реактивное сопло. Вообще сопла бывают дозвукового и сверхзвукового типа. И их расчеты очень сильно разнятся. На самом деле, я пока не знаю, способна ли моя турбина нагнать такое давление для создания сверхзвукового потока. Поэтому пока я сделал сопло дозвукового типа. И да, любое реактивное сопло должно быть настроено под свой двигатель. Поэтому, вероятнее всего, я еще много раз его буду переделывать. Следующий момент. После турбины газы вылетают в закрученном состоянии. То есть двигаются как бы по спирали. Отчасти именно это создает столь невыносимый шум, что аж микрофоны глохнут. Для устранения этого эффекта здесь у меня есть спрямляющий аппарат. То есть он создает ламинарный поток. Иными словами, поток, который двигается ровно и равномерно. И это нужно не только для уменьшения шума, но и для правильного режима горения. Как я уже и говорил ранее, топливо следует подавать в зону наименьшего давления. В моем случае это будет вот это самое расширение. И, как вы можете наблюдать, здесь у меня уже есть отверстие для девяти топливных форсунок. Кстати, пришло время поговорить про форсажные форсунки. Подобрать правильные форсунки оказалась та еще задачка. Я перерыл Алиэкспресс и для тестирования заказал целую дюжину разных форсунок разного типа, принципа и номинала. На них на всех я под давлением подавал керосин и смотрел, как они в итоге работают. Но, к сожалению, должен сказать, что ни одна из этих форсунок мне не понравилась. Все они сделаны для какого-то своего конкретного случая. Но, к сожалению, среди них нет ни одной для форсажных камер. Но одеваться некуда, надо было что-то выбирать. Хоть мой выбор вам покажется странным и неординарным, но мой глаз упал на форсунки плоскоструйные. Они хоть и дают слишком жирный поток, но, на мой взгляд, создаваемая ими плоская стена керосина будет очень хорошо разбиваться горячими газами. Чтобы завести форсунки внутрь камеры и в итоге потом еще иметь к ним доступ, сделал специальные платформы. Ну и чтобы объединить все девять форсунок воедино, сделал общую объединяющую топливную магистраль. А теперь давайте посмотрим, как все это работает. Ну что хочу сказать, друзья. Уровень дисперсии, то есть качество аэрозоля, здесь, ну, прям-таки неудовлетворительное. Иными словами, крупные капли керосина будут улетать очень далеко, прежде чем смогут испариться и воспламениться. А у меня нет возможности сделать форсажную камеру длиной полтора метра. Поэтому я решил создать свою собственную форсунку, которая смогла бы распылять там, где мне надо, и равномерно по всему периметру камеры. Конструкция моей самопальной колхозной форсунки очень простая. Это некая полость-цилиндр, в которую будет подаваться керосин. На кромках этого цилиндра я сделал миниатюрные подпилы, которые превратятся в отверстия, когда вся эта полость будет закрываться крышечкой. Вот такая нехитрая, но эффективная конструкция. Так, где мое ведро? Давайте покажу, как она работает. И поскольку я сам создал эту форсунку, имею полное право дать ей какое-нибудь собственное название. И думаю, было бы вполне логично дать ей название солнечная форсунка. Конечно, был еще вариант назвать ее подсолнечная, но солнечная как-то лучше. Как вы, наверное, уже догадались, это отверстие специально для солнечной форсунки. И вот все детальки готовы, можно приступать к сборке. На самом деле, пока не ясно, какие форсунки дадут лучший результат, поэтому я решил установить обе системы одновременно и поочередно их попробовать. Признаться честно, я просто обожаю затусить у себя в гараже, остаться один на один со своими железками и сотворить что-нибудь новенькое, интересненькое. И если кто-то из вас ни разу так не делал, хочу сказать, что это огромное удовольствие. Вот сперва приходишь в гараж и видишь один металлолом, но ты хорошо потрудишься и в итоге получается что-то новенькое, необычное и очень, на твой взгляд, красивое. И идешь домой довольный, как слон. Короче, Леха Романтик рекомендует попробовать. Вот еще какой момент. Я не предполагал, что даже самые маленькие плоскоструйные форсунки будут давать столь жирный поток. Поэтому предполагаю, что 9 форсунок может оказаться многовато. Поэтому я предусмотрел в конструкцию сразу вот такие вот маленькие пробочки, чтобы можно было прямо на испытании добавить или убавить количество форсунок. Вы только посмотрите, друзья, какая получилась красотища. Я просто обожаю сделать какое-нибудь дело и потом насладиться результатом. Сперва хорошо потрудишься, потом смотришь на итог и получаешь прям какое-то удовольствие. И если вся жизнь будет складываться из каких-то небольших побед, наверное, это и есть счастье. Но в данном случае, конечно, радоваться пока рано. Победа будет защитна не просто, когда все сделано и красиво выглядит, а когда это еще хорошо заработает. А с этим, как говорится, не всегда везет. А особенно в таких вот научно-экспериментальных работах. И последнее, что нужно здесь сделать, это система поджига. Конечно, мало распылить керосин, его еще нужно воспламенить. Тут я не стал сильно заморачиваться и взял обычную автомобильную свечу. Но тут не все так просто, как кажется. Как вы видите, у этой свечи я спилил язычок. Да, она будет пить искрой прямо на корпус через специальную продувочную камеру. Да-да, для правильного поджига тоже нужно стромозить поток особым образом. Ну вот, друзья, форсажная камера полностью готова. И в следующей серии, конечно же, нас ждет испытание. Испытание огнем. Ох, чувствую, будет жарко. Мало того, теперь у нас есть реактивное сопло. А значит, двигатель наконец-то покажет свою первую тягу. Ох, сколько было разговоров, что этот двигатель абсолютно бесполезен, что он ничего не выдаст. Ну что ж, испытания все покажут. Но это, конечно, уже материал следующей серии. А сейчас я благодарю своих спонсоров, которые поддерживают канал материально, снабжают ракету керосинчиком. Ну а на сегодня, друзья, у меня, пожалуй, все. До встречи на испытаниях. Редактор субтитров А.Семкин